Творческие люди Как создаются синтетические музейные пространства, как в них проникает мультимедиа, что значит мультимедиа для этих музейных пространств, и почему мультимедиа должна учитывать все, что происходит в этих мультимедийных пространствах. Причем, являясь базовым и являясь очень важным компонентом, не является компонентом определяющим, несущим и единственным возможным. Студия «Шоу Консалтинг» занимается наполнением музеев мультимедиа в разной форме. В последние годы Глеб Фельштинский все чаще берется за музейные проекты. В некоторых из них он выступает в роли художника, а в других – в роли автора, концепции или режиссера. Среди его работ – выставочный проект «30 картины жизни Петра Великого», инновационный проект «Дом игральных карт» и многие другие. Мультимедиа история – это история легкости проникновения человека в материал, легкости проникновения материала, какого-то информации и впечатлений в человека. И поэтому это вообще история про сокращение дистанции. Мультимедийные технологии – не только художественное средство. Они особенно важны тем, что способны сделать музеи и в целом культуру доступнее. Подчеркнул Тимур Маскаленко. Позволяют, предположим, в отсутствии экспонатов или, например, в каких-то, не знаю, там, малых городах, малых населенных пунктах создавать, предположим, экспозиции, которые здесь нельзя создать иным образом, потому что не привезут сюда никогда, не знаю, шедевры Эрмитажа. А передвижная выставка мультимедийная, которая эти шедевры, предположим, может показать, может кататься по городам и весят, вполне себе реальная история. При этом, по словам спикеров, важно помнить о том, что мультимедийные технологии не могут полностью вытеснить привычную концепцию музеев. Так человека лишь дополняет, но не полностью заменяет искусственный интеллект. По крайней мере, пока.